Друзья, я прошу вас для начала разобраться в том, что дает Форевер на самом деле. Потому что мало кто... Кто из вас разобрался, что дает Форевер? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ну плюс-минус пятнадцать человек. Сколько у нас в зале? И пятнадцать человек только разобралось, что дает Форевер. С первого дня я для себя расписал, что мне даст Форевер. Кто из вас любит золото? Четыре человека. Я вас поздравляю, вы любите быстровый менеджер, потому что менеджерам дают уже золото. Кто любит с вас автомобили? Вау! На шестом месяце я уже получил от компании автомобили. Это классно? А когда вы хотите съесть свой автомобиль? Вы записали себе дату? А кто из вас любит Рубины? Форевер наилд Рубина. Вы только что видели на сцене. Перед нами признавалась семейная пара. Я... Гранат. Полутора. Ну пусть будет гранат. Какая разница? То есть урон красный, классный, но уже не золотой. Я собираю, коррекционирую с дачкеткой. Мне очень нравится бриллиант, честно признаюсь. Его тоже можно приобрести. Софиры и тому подобное. Вы должны себе все это написать. Для себя любимого. Вы хотите быть с Орингом? Напишите себе, я хочу быть с Орингом. Когда вы хотите быть с Орингом? Напишите дату рождения и с Орингом. Потому что семейная пара Артемиане, они стали один раз старшими менеджерами. И не надо признаваться там каждый год. Софиром стоим только тоже один раз. И не надо все время, как бы, ну... Как? А, доказывает, что я там Софир. Потому что компания Форевер, она дает один раз нам такое счастье. Кто любит путешествовать? Друзья, я буду в Дубае. Я буду на этом корабле, который там показывали. Ну, первые ряды очень хорошо понимают, что мне там тяжело, надо быть. Вам в 10 раз проще быть там, чем мне. Если вы изучите по этим компаниям. Но я там буду. Я поставил цель, что я там буду. И каждый день упорно стремлюсь к своей цели. Вместо того, чтобы лишний час поспать или что-то другое сделать, я иду к своей цели. У вас есть цель? Вот идите к ней. Оберегайте свою цель. И у вас все получится. Я вам даю гарантию. Я в последнее время... Вот у меня Алексей Борисовича спросил, что ты такого делаешь. Я скажу вам, друзья. Я скажу, и мы не знаем, как это даже будет звучать. Потому что, когда я пришел в бизнес, я горел этим бизнесом. Я летел. 11 месяцев я ссоринг. Шестой месяц. Первый уровень автопрограммы, седьмой. Второй уровень автопрограммы. Я горел, я просто летел. И тут я стою с ссорингом, я все, крутой. И что там я раз... Я просто все начал лететь на определенном уровне. Проходит год... Я всего три года в бизнесе. На втором году проходит второй год, я стал очень умным. Потому что я посещал все семинары, все дни успеха, все презентации. Я стал мега умным. Я настолько умный, что вы себе не представляете. Умнее умных. Я начал искать причин, у меня роста нет практически. У меня есть классная команда, мы с ними работаем. Правда? Но рост куда-то ушел. Я человек немножко страдает. Я все анализирую. Я начал анализировать. Этот Юра, который в 13-м году подключился, он просто супер. Вы бы хотели такого Юра? Как я его ничего не представляю? Этот Юр тоже ничего, но сильно умный. Что надо сделать, ваше мнение? Позвонить у Юра на голову. Объединить этих Юр. Этого жаждущего и умного. Что получится? Вот то и получилось. И выпустить его в действие. Вот и все, друзья. Я сейчас работаю каждый божий день. Я встаю, делаю первое, что делаю, обращаюсь в своей группе. У нас есть свои группы. Есть вайбер, есть в фейсбук. У вас есть такие соцсети? Кто слышал о такой соцсети, как вайбер? Ну есть, да? А у вас группа есть? Объедините что-то им, напишите. Общайтесь с ними, дискуссируйте что-то, обсуждайте. Встречайтесь с ними хотя бы раз в неделю. Проводите встречи. Минимум 2-3 встречи в день, друзья. 2-3 встречи в день. Это тяжело, как вы думаете? Может и тяжело. Но если вы поставите перед собой задачу, это будет ваша задача. И у вас все получится. Просто 2-3 встречи в день. Ну я знаю много таких партнеров, которые провели 2-3 встречи в день. Сказали себе, я красавчик. И начинают думать, что будет с этими трема встречами. Кто это будет? Это, наверное, менеджер, это там супервайзер. И это вот такой-то. Жду день, второй, на третий день звонят. Этим трём встречам. Этим третий встречи и говорят, слушай, я это уже всё знаю. Я подумал, это не моё. Вы не должны привязывать себя к встречам. Кого вы ищите? Кого? Санта. Я сказал, ты родной мой, иди ко мне. Ай, ловлю, я тебя люблю, ты мой. И поэтому ищи его. Я тебе пусть думаю, я тебе пусть всё знаю, это вы ищите то, что вы ищете. И вы точно найдёте. Миллиард процентов найдёте. Ну только ищи. Ищи каждый день. Друзья, я не готовился к этой встрече. У меня... Алексей Борисович из Рубей делает сюрприз. Это я его просто обожаю. Он просто раз. И я поделся с вами тем, что я делаю. Это вам поможет? Да. Нет, не поможет. Поможет? Да. За этой дверью, которая выходит на улицу Крещатика, насчёт работы. И поверьте мне, в Киеве работа не почерп и края. Куда ни посмотришь, там люди. Везде люди. А наш бизнес с кем работает? Мне помогут. А надо искать кого-то особенного. Нет. Где бы ни были. Я приехал вчера в гостиницу, я провёл встречу, хотя я был уставший. Мы ещё поговорили с Володей, но у меня была встреча. Я по Инстаграму познакомился с человеком, который мне лайкал фотографию. Я с ним начал переписываться. Он мне говорит, чем вы таким-то занимаетесь-то там? А? Так и пишет, могу показать. Вот таким-то и занимаюсь. Классно себя чувствую, плюс зарабатываю деньги. А можете мне написать, что это такое? Я писать не умею. Я умею говорить. Я буду в Киеве, буду в гостинице Братислава. Потому что у меня заранее всё намечено, и мы можем с вами встретиться. И он мне писал все две недели. Пишет и пишет, вы хоть намекните, хоть так, хоть так. Я тебе не могу намекать, потому что я умею говорить. Я хочу тебя видеть. И мы с ним вчера встретились, он ходит, хочет лететь бизнес-классом. Эконом не хочет. Вот с завтрашнего дня он будет лететь. И с завтрашнего, после завтрашнего дня, какие классы? Бизнес. Мне это интересно, как вы думаете? Вот и всё. Вы боитесь говорить человеку, хоть 4 балла? Кто боится, поднимите руку. Поэтому у вас нет бизнеса. А я не боюсь. Я человеку прямо говорю, Ваня, хочешь в бизнес 4 балла? Правда? Филипп, хочешь в бизнес со мной? Да. Тебе надо пойти на 4 балла. Вот человек, который сидит в первый раз в зале, которому интересен бизнес. 4 балла ты идешь в бизнес-класс. По-другому никак. И по-любому ты полетишь этим бизнес-классом. У нас есть ещё один вход. Какой? 25 баллов. Кто об этом говорит? Друзья, я постоянно об этом говорю. Вам бы был интереснее человек, который бы зашёл на 25 баллов? Серьёзно? А когда вы последний раз говорили о 25 баллах? Как я могу об этом говорить? Кризис же ж. Заверите свой кризис и начинаете об этом говорить. Люди каждый день покупают машины. Покупают туфли, покупают телефоны. Айфоны седьмые, я стою в очереди за этим телефоном. Блин. Их разбирают. Только появился один сайт по телефонам седьмым. Всё, разобрали. Ждите две недели. А знаете, сколько он стоит? Два гривня всего. Знаете, сколько стоит айфон седьмой? Сколько? Не, он не 80. 31, по-моему. Там 32 тысячи гривен. Сколько стоит фаворит набор? Я человеку недавно показал. Ты можешь своим айфоном бесплатно полететь в Италию? Ну, поехать. Нет. А в Дубай можешь своим айфоном бесплатно полететь? Нет. А можешь получать своим айфоном бесплатно ещё плюс 7 тысяч 8 долларов? Нет. А я могу за стоимость айфона начать бизнес. И показываю как. Сложно? Кто из вас будет завтра показывать всем своим знакомым именно как делать бизнес? Четыре человека. Вы будете менеджерами? Только четыре хотят показывать, как делать бизнес. Вау! Вы будете менеджером. Вот так вы столько станете менеджером. Упорный я к своей цели. 4, 25, 25, 4. Цифры больше мы не помним. Хочешь, чтобы быть потребителем? Купи себе комбинирование. А наоборот будешь хорошим потребителем. И самое главное, запишите себе это. Вы 80% уделяете своего времени только тем людям, кто зашёл на бизнес. 80% времени вы уделяете тем людям, кто зашёл на бизнес. Тем людям, которые зашли как потребитель, 20% своего времени. Любите их, цените, но только 20% своего времени, не больше. У нас происходит почему-то в грубе. Наоборот, подключили человека и давай ему. Коши список, мечтай. Он сидит. Мой фунт поведёт. Бывает такое? Не надо мучить никого, друзья. Это не бизнес мучений. Это бизнес свободы. Вы будете просто лететь в нём. Только поймайте эту струю влетения. Что мы будем завтра делать? 80% мы будем правильно подключать людей в бизнес. Юра, как ты будешь завтра это делать? Друзья, кто в журнале читал фамилию Юрия Волк? 8 ассистентов супервайзера. Как вы думаете? Можно вас попросить подняться? Аплодисменты. Он мне не спросил, что надо делать. Я ему сказал, что с этих 8 у него за что-то 3 человека на 4 балла, и они стали супервайзерами. Спасибо. Вот такой же упор. Вот это ещё не вес. Здесь у меня когда-то килограмм 100 вес. Вот та другая фотография там есть. Где-то 2012 год, зимой. У меня живот с подсвитера выходит. Там у меня 115. И тогда я мечтал где-то примерно на таком деле. Плохо я выгляжу здесь слева. Так себе, да? Вот это была моя мечта. Красиво выглядит, классно себя чувствовать. Я работаю с большим весом. Я уже могу на одной руке жену куда-то поносить. Раньше меня надо было носить. И это всё forever, друзья. Это не просто моё желание. Это forever. У него сила. Вот это продукт, и заодно же нас сила. Сила, здоровье. А если ты с этой силой будешь делать бизнес, то ты станешь большим человеком. И самое интересное, то, что здесь нет какого-то упора. Дорос куда-то, всё. Ты никуда не идёшь, как сказал Артем. Здесь есть раз дальше. Тогда не ограничите себя в своей цели. Изучите точно, что даёт forever. Кто обещает, что изучит точно, что даёт forever? Восемь человек. Вы бриллианты будущие. Просто изучите, что он даёт. Напишите себе, это моя цель. И тогда у вас всё получится. Я вам сто процентов обещаю. Я желаю вам успехов, удачи. И находим только третью категорию. И на следующий день успеха надо будет Алексея Борисовича попросить снять дворец спорта в Украине. Потому что вы уявите, представьте себе на секунду, что вы будете в месяц находить по пять человек, те, кто с вами. Они уничтожили свой список. И вы их правильно научите, кому надо искать. Правда? Сколько раз будет? Так что держитесь. Я желаю вам успехов. Я желаю вам успехов и бриллиантам. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Голуба Марія, результат 269 кредитів здорового, і перше місце наш літер Кристинич Юліка Олеса, у кого результат 257 кредитів здорового. Ми згадемо вам! 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 Згадемо вам! Добро пожаловать в районах Абонарии! И ваш результат? 249,4 десятых! Президент в город! Второе место! А это что на любом? С результатом? Видите, я не хочу! Президент в город! Шестое место! Вашем Анна та Водозема! З результатом? 253,5 десятых! В этой депутации в город! 5-ая место! Президент в России! Президент в России! З результатом? Видите, это одна контент в город! Четвертое место! Четвертое место! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Какие из самых больших предприятий в городе Украины? В третьем месте Айташова Любовь. Чеков. Сумер. 8458 долларов. В четвертом месте Айташова Любовь. Четвертое место Айташова Любовь. Красневич Орсаме Таваси. Чеков. 5947 долларов. И три коллеги. Украина Минца. Горяченко Юрий. Чеков. Чеков. Украина Минца. 63 долларов. Украина Минца. Друге место. Красневич Юлівка Олеся. Чеков. Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!